Ребятки, всем привет! С вами Маша и Гоша Короленко. Вон там Гоша сзади. И мы ему вот саду доделывать будем сегодня наш полюдариум. Почти финиш. Никак мы его не добьем. Пришло время лесопосадочных работ. Ура, ура, ура! Мы уже заложили сою. На самом деле мы уже протестировали систему. Мы посадили на прошлой неделе растение. Здесь у нас пиле депрессо и ричия была. Она все выжила. И сегодня мы дополняем композицию. Ребята, а это манте-карло нашего производства. Посмотрите, какой он плотный. Он офигенский. И наконец научились его делать идеальным. На самом деле мы тут уже посадили растения втихаре от всех. Придется их убирать. Придется их убирать, да. На самом деле мы это сделали, чтобы протестировать систему, как все работает. Засох только один пучочек, все в остальном было нормально. Мы решили, что это было бы слишком просто оставить здесь просто растение. Поэтому будем намазывать глину в те места, где нам кажется, ей будет хорошо. Не просто глину, а глиносмесь, которую мы обычно делаем. Вот Коша нещадно вырывает все уже, что прижилось. Совесть не мучает? Нет? Вот такой вот бессердечный. Ну а как ты думала? Здесь раз солеролю оставить? Не, давай и там, и там. Только здесь ее еще сюда спустить. Ну то есть, чтобы она вот так вот свисала. Кстати, там сама пойдет. Ага. Не знаю, мне кажется, солероли такой. Сорняк здесь будет из нее. У тебя сорняк. А так там симпатичный вполне. Может быть. Не знаю. С одной депресс, а с другой солероли сделаем. А зачем будет это? Совсем симметрия полная. Да. Не знаю, мне не нравится, что солероли такая же зеленая, как все остальное. Сначала зеленая отожрется, нормально будет. Ну давай попробуем выдрать, всегда успеем. Короче, как вы поняли, мы собираемся сажать растения. Это вот пиле депресса. Подопытное. Оно у нас уже тут сидело. Мы хотим ее вот сюда. Дальше мы не разделились. А теперь я буду сажать солероли. Опа, а я посадила солероли. Задумка была минимализм. Мы не хотели использовать большое количество видов растений, чтобы не было салата. Вообще хотели изначально только Ричу, Монте-Карло и пиле депрессу. Но у нас вот тут в соседней области была солероли, поэтому она внезапно появилась и тут. Здесь вот фантиналис. И хотелось бы видеть Ричу в больших количествах. Она вот здесь вот внизу уже активно живет. Здесь мы немножко посадили. Здесь уже мехи взялись. Это мы сажали в прошлый раз за кадром. Не помню, снимали или нет. Вот здесь вот у нас Гоша занимается подготовкой мха к посадке. В общем-то ничего сложного. Берете мох, режете его. Ну, это вот иванский в данном случае. Тут на самом деле смесь, но больше иванского. И вот немножко смачиваем водичкой, чтобы было удобнее крепить. И потом наносим. Мох, он такая прикольная штука. Он может расти из любой точки своего тела, грубо говоря. Поэтому, чем больше, меньше мы его порежем. Ну, то есть, чем больше частей, из которых он сможет прорастать, тем быстрее он прорастет и тем быстрее он организует ковер нужный нам. Вот у нас получилось вот такое месиво. Покажи всем бяку. Вот она, бяка. И сейчас мы будем ее рассаживать там, где нам надо. Прям берете и слегка прижимаете. В идеале, конечно, ее лучше вдавить в глину. Оп. 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 отхом. В общем, в итоге вышло вот так. Оставшим им только грунт и немножко приклеить. ждем что будет всем привет мы приехали в аптекарский огород как всегда забыли грунт поэтому никак мы это не добьем но здесь уже растут растения и мы посмотрим как они развелись за недельку за две недели даже наверное уже я сбилась со счета речи прекрасно ей вообще супер дальше ключевой мох тоже хорошо себя чувствует обычный мох иванский здесь преимущественно пиле депресса была под светом под сильным и она голодновато так что кормить придется очень все усиленно потому что манте-карло тоже уже весь себя голодный мох вот здесь вот сверху уже слегка пожелтел то есть еды не хватает особенно это видно по солироли она вообще взялась но явно уже все желтые все в общем хорошо кроме вот этих вот частей здесь видимо не хватает хотя глина власть сейчас мы будем уже в первый раз это все удобрять спасать бедненьких от голодовки момент x мы наконец-то засыпаем грунт и наконец-то мы его не забыли собственно все практически проект готов это все что еще дальше засыпать я посмотрим вот каких рыбок ребят будем сажать давайте пишите в комментариях под роликом кого мы сюда посадим кто здесь будет жить ну что всем пока с вами были маша и гоша до новых встреч подписывайтесь ставьте лайки